Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Максим Бахрев. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Казанский федеральный университет готов ко всему. Заглянуть в детство вселенной поможет обсерватория спектрентген-гамма. Будущая лингвистика, ее цифровая трансформация и применение в медицине. Таковы темы, которые обсудят эксперты из самых разных уголков мира и, конечно же, ученые-исследователи Казанского университета. Смотрим. Каковы вызовы и тренды мировой лингвистики? На этот вопрос ответят в Казанском университете, на площадке которого пройдет международный лингвистический саммит 16 по 20 ноября. Мероприятие мы организовали совместно с нашими партнерами. Это постоянный международный комитет лингвистов. Это институт языкознания Российской академии наук и институт лингвистических исследований Российской академии наук. Саммит посвящен 175-летию основания Казанской лингвистической школы Бадуэна-Дукортене и 145-летию его работы в Казанском университете. Более 500 ученых-исследователей из разных стран обсудят актуальные проблемы в современной лингвистике. По предложению Международного комитета лингвистов мы особое внимание на этом саммите уделяем проблемам и идеям, которые вынашивали и развивали представители Казанской лингвистической школы. Мероприятие проходит в рамках подготовки к 21-му Международному конгрессу лингвистов, который пройдет в 2023 году также на площадке Казанского университета. Важно, что конгресс проводится лишь раз в пять лет и вузу выпала честь представлять свою страну. А на предстоящем саммите обсудят наиболее актуальные проблемы междисциплинарного характера. Мы очень рады тому, что на протяжении последних лет ученые Казанского федерального университета, ученые лингвистики как раз ведут свои исследования именно в этом ключе. Мы сегодня работаем и с медиками, и со специалистами в области IT сферы, и с другими смежными науками. К слову, саммит, стартующий 16 ноября, пройдет в онлайн-формате. Казанский университет оснащен самым современным оборудованием для проведения подобных крупных мероприятий. К сегодняшнему дню уже все технологии, все проблемы, которые были у нас в части организации работы с применением дистанционных технологий, они успешно решены. И что касается проведения крупных мероприятий в онлайн-формате, в этом направлении университет тоже накопил огромный опыт. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выпустило приказ под номером 1402, рекомендующий всем вузам полностью перейти на дистанционный формат обучения. Перейдет ли Казанский университет и готов ли он к этому в материале нашего корреспондента. Мир изменился. И даже сильнее, чем многие могут себе представить. Каждый день случаются изменения, к которым нужно быть подготовленными. Сфера образования не стала исключением. 11 ноября Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выпустило приказ, согласно которому вузам России рекомендовано перейти на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных программ. Такие меры приняты в избежание распространения коронавирусной инфекции в учебных заведениях. Казанский университет не стал исключением. Сегодня мы рассматриваем вопрос о максимальной возможности в институтах перевода тех занятий. Я имею в виду потоковые лекционные занятия, семинарские занятия в режим удаленного доступа, но в то же время сохраняем пока занятия в лабораториях. Напомним, что с 1 сентября 2020 года Казанский университет успешно совмещает учебный процесс как очно, живое общение с преподавателями, со студентами, так и онлайн при помощи Microsoft Teams. Даже если по рекомендации Министерства образования КФУ перейдет полностью на дистант, больших затруднений это не вызовет. Так, например, в Институте психологии образования уже сейчас некоторые аудитории адаптированы под смешанный формат обучения. Для преподавателей созданы специальные кабинки, чтобы не отвлекать их от лекции. В таком своеобразном рабочем месте преподаватель остается наедине со студентами в онлайне, не отвлекаясь на внешние факторы. Институт наш подготовился к различным формам и режимам обучения. У нас в Институте создано несколько вариантов учебных аудиторий, которые предполагают обучение студентов в удаленном режиме. Подобная система настроена и в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Здесь также обустроили приватные аудитории, где преподаватели читают лекции для студентов в онлайне. Однако, будет ли Казанский университет полностью переведен на удаленный формат, решение еще не принято. По словам проректора по образовательной деятельности, окончательный вердикт будет принят только после согласования с Роспотребнадзором. Мы должны здесь, во-первых, обсудить с ректорами других вузов ситуации, сложившиеся в республике, посмотреть наши возможности. Но еще раз говорю, что Казанский университет для реализации программ, которые не требуют лабораторного оборудования, полностью готов к переходу в институтный формат. Лев Диденко, Вилета Басова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. Заглянуть в детство Вселенной поможет Рентгеновская космическая обсерватория «Спектр Рентген-Гамма». О том, как она поможет в этом, смотрите наш следующий сюжет. Уже около 20 самых далеких квазаров во Вселенной обнаружил уникальный полутораметровый российско-турецкий телескоп Казанского университета РТТ-150, оказывающий наземную поддержку Рентгеновской космической обсерватории «Спектр Рентген-Гамма». Среди обнаруженных объектов квазары, находящиеся на красном смещении, Z равный 4,23 и Z равный 4,83. В России наш телескоп, он второй по своим возможностям наблюдать такие далекие источники. Ну, первым, естественно, является наш флагман, шестиметровый телескоп Российской Академии Наук. Но вот среди университетских телескопов наш телескоп обладает такими возможностями получать спектры самых далеких, удаленных объектов нашей Вселенной, которыми являются квазары. Квазары — это наша Вселенная, когда ее возраст был около 1 миллиарда, так называемое детство. Наблюдая такие источники, можно понять, какой была Вселенная, когда она только родилась и начала свою жизнь. Сейчас ее возраст почти 14 миллиардов лет. Понять, как проходила эволюция Вселенной — одна из главных задач обсерватории «Спектр РГ». С участием почетного профессора Казанского университета, академика Рашида Синяева и профессора-консультанта вуза Марата Гельфанова, в 2020 году построена первая рентгеновская карта неба, собравшая в себе около миллиона источников. Невозможно физически пронаблюдать эти миллионы источников, поэтому группа Рашида Лича Синяева специально ищет среди этих миллионов источников наиболее интересные объекты. Список этих объектов передается сотрудникам Казанского университета, которые уже более детально распознают объект и его физические параметры, наблюдая эти источники в оптическом диапазоне с помощью телескопа РТТ-150. Важно, что о самых свежих результатах этих исследований сразу же рассказывается на лекциях студентам-астрономам Казанского университета. Так какой же была молодая Вселенная? Чтобы понять это, необходимо дождаться построения обсерватории полной детальной карты неба, состоящей из восьми сканов. Каждый день Земля движется вокруг Солнца, смещается в один градус, а спутник находится на расстоянии полтора миллиона километров от Земли и вращается вокруг Солнца вместе с Землей. Получается поэтому каждые сутки один скан, один градус, потом смещается второй скан. И вот так за полгода получается скан всего неба. Вот сейчас уже обсерватория СРГ сделала полтора скана, один полный скан и еще сейчас заканчивается второй скан. Узнать о том, какой же была Вселенная миллиарды лет назад, мы сможем лишь через несколько лет, когда спектр рентген-гамма завершит составление полной карты рентгеновского неба. Диана Шеленкова, Леонард Влетьяров, Универньюз. В шоуруме Казанского университета состоялась презентация книги. О том, что это за книга и кто ее автор, узнаете в нашем сюжете. В Казанском университете в контексте форума «Россия-Африка» состоялась презентация книги Олега Озерова посла по особому поручению Министерства иностранных дел Российской Федерации «Карим Хакимов. Летопись жизни». Карим Хакимов – это первый полномочный представитель Советской России в арабских странах. Он внес значительный вклад в установление добрых отношений между молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром. Книга посвящена не только, скажем, истории жизни Карима Хакимова, но и тем идеологическим течениям, которые боролись и сталкивались на просторах Советской России. И один из эпиграфов к этой книге, это мой собственный эпиграф, называется «Сражаются идеи, а погибают люди». Кристина Надышина, Леонард Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok